Армянские средства массовой информации, в особенности армяне России, находятся в бешенстве. Причиной стало сегодняшнее заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой по поводу сближения Турции и Армении, а также переговоров по карабахскому регулированию. Вы знаете, мы зафиксировали состоявшийся недавно обмен положительными сигналами между Ереваном и Анкарой, но имеется в виду, зафиксировали в контексте, мы их видели, приняли к сведению. Россия, как вы знаете, всегда выступала за нормализацию армян-турецких отношений. Готовы мы сейчас всячески содействовать сближению двух соседних государств на основе взаимоважения и на основе учета интересов друг друга. Мы исходим из того, что наряду с нормализацией Азербайджан-армянских отношений в контексте реализации подписанных лидерами России, Азербайджана и Армении заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, это работало бы на мир стабильности и процветания в регионе. Мы поддерживаем и активизацию работы сопредседателя Минской группы ОБСЕ по Нагорно-Карабахскому регулированию на основе имеющегося мандата и при адекватном учете новых региональных реалий. Мы считаем, что тройка могла бы содействовать повышению доверия между Баку и Ереваном, а также решению гуманитарных вопросов, и это послужило бы предпосылкой для перехода к посуждению уже политических проблем. Взбешенные армяне выражают крайнее недовольство тем, что Россия позволила Турции вернуться на Южный Кавказ и участвовать в дележе сфер влияния в этом регионе. Армянские СМИ радикального и ультра-националистического толка уже говорят, что Россия, безусловно, имеет право выбирать свой путь и своих друзей. Однако они добавляют, что этот путь не совпадает с национальными интересами Армении. По их утверждению, хотя Захарова сказала, что из Турции в Армению были посланы положительные сигналы по нормализации отношений, армяне, особенно российские армяне, говорят, что сигналов нет и быть не может. Поэтому армянская оппозиция и армянская диаспора России убеждены, что эта политика России недолговечна. По их мнению, в результате Россия должна будет идти по своему пути, а Армения – по своему. А это – не что иное, как ставить ультиматум перед официальной Москвой, а еще перед своим стратегическим союзником.